Добрый день дорогие друзья, добрый день уважаемые радиослушатели. У нас идет формат записей с разных мест. Я не знаю какой из них работает, но тем не менее на экранах в записи так или иначе вы увидите нашего астролога, профессионального Андрея Бухарина. Я, так сказать, сбоку в центре Сан-Гейтс. Посторонние, что мы будем считать, их нету. Самое главное, о чем пойдет речь, речь пойдет у нас о «Не поверите астрологии». Но интересно, мы сегодня поговорим о нескольких подходах к этому вопросу. Мы поговорим о западной астрологии и о восточной астрологии. Взгляд на то, что у нас в февраль месяц и буквально два дня тому назад у нас было лунное загнение. Андрей, здравствуйте. Здравствуйте, Майкл. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели Сан-Гейтс. Да. Ну вот, два дня у нас было такое событие. И прошлая наша передача, которую мы вели, очень коротенькая, она не записалась, к сожалению. Но вот мы сейчас продолжим. Мы беседовали по поводу того, что есть, ну, скажем, два подхода – западный и восточный подход. И вот восточная астрология, она отличается от западной астрологии. Не я буду говорить, будет говорить Андрей, а я буду вставлять свои там несколько этих копеек, да. Поскольку есть еще такое понятие, как ведическая астрология. И там есть, еще раз повторяю, несколько подходов. Ну вот, по поводу западной астрологии все понятно. По поводу восточной астрологии, Мы говорили о том, что есть такие две планеты, которые не имеют массу. Они северный и южный узел Луны. И у нас сегодня, кстати, понедельник, День Луны и лунное затмение, в общем-то, все совпадает. Вот как вы относитесь, Андрей, к этому подходу, где вот эти северный и южный узел Луны, который называется Раху и Кету, они как бы не планеты, они как бы узлы. И массы не имеют, но тем не менее соединяются сейчас Кету и Непту. Непту физическая планета, а Кета не физическая планета. Как они могут соединяться, физическое тело и не физическое, материальное и не материальное? Ну, в западной астрологии это называется фиктивные точки. Причем их больше, ну, я не говорю о классической западной, там, крайне западной, потому что так сложилось по судьбе, что я физически нахожусь между двумя полюсами. И не только я, вообще вот астрологическая, скажем так, мысль научная вот здесь, в России, она, получается, находится посередине между восточными и западными центрами, ну, скажем так, астрологических традиций. И получается, что вбирает в себя, как бы, все лучшее из этих, скажем так, крайних взглядов. Вот восточная традиция астрологическая, к которой относится ведическая, то есть индийская астрология, она более инская, если так можно сказать. Она более ориентирована на внутренние такие вот вещи, ну, скажем, исследования внутреннего мира человека. И одновременно при этом, можно сказать, каким-то, ну, так и обладает некой архаичностью. Западная астрологическая мысль, она больше ориентирована на внешние, скажем таки, исследования жизни человека. И больше ориентирована, скажем так, в ней больше исследуются современные, в том числе и компьютерные технологии, и компьютерные техники. К одной из них, например, подходит астрокартография, которой, например, вообще нет восточной традиции астрологической. И, ну, либо есть, но я не знаю, например. Вот. И эти узлы — это пересечения лунных и солнечных орбит. Кстати, вот западная традиция — это есть. Это восходящий лунный узел и заходящий лунный узел. То есть в индийской астрологии восходящий — это раху, заходящий — это кету. Но я бы даже больше сказал, что, допустим, в той современной астрологии, которую я исследую, там есть больше фиктивных точек, чем только лунные узлы. Есть, например, белая и черная луна, причем черная луна и средняя, и истинная. Есть вообще такая гамбургская школа астрологии, где этих фиктивных точек, наверное, я не знаю, на несколько раз больше, чем реальных. Чего там только нет. Но если уж на то, скажем так, пойти дальше. Но возвращаясь к сегодняшнему вопросу вашему по кету и нектуру, это по проекции тропического зодиака, который называют, что это западная астрология, то есть от точки весеннего равноденствия идет расчет небесной сферы на 12 секторов, то идет проекция в знак Рыб сейчас. И в Рыбах находится заходящий лунный узел. То есть эволюционная задача для всего человечества сейчас — это показывает раху, где находится восходящий лунный узел в дереве. То есть наука, служение, вопросы здоровья, профилактика болезней, скажем так, здоровья, питания — вот это все тема, скажем так, знака темы. То есть чем надо сейчас заниматься, скажем так, человечеству в целом, чтобы оно развивалось? То есть эволюционная Рыбья тема — это как раз она имеет отношение к религиям, к каким-то этим вещам иррациональным, вот такого посыла, потому что идеологического иррационального такого среза. И, разумеется, то есть еще рассматриваете так, как восходящий узел — это где, скажем так, тема Юпитера, а заходящий — тема Сатурна, то есть то, что уменьшается. И заходящий узел в соединении с Юпитером — это один из показателей о том, что могут быть проблемы, кстати, с водой. Вот в частности, в Соединенных Штатах Америки сейчас проблема с какой-то плотиной. Там я смотрел, там эвакуация идет, городов 120 тысяч, прорыв плотины. Надо посмотреть, кстати, по астрокавтографии, по какой линии. Если там на линии Нептуна это будет, то это вообще будет классика жанра. И так далее. То есть период как раз вот этой повышенной тигуртургулентности, когда лунные затмения идут, период отдачи кармических долгов. И если вспомнить наш разговор, который был перед февралем, помните, Майкл, вы мне говорили, спрашивали, что февраль будет спокойным. Я бы возражал, что февраль не будет спокойным. Тем более, чем ближе к концу месяца, тем он будет более, скажем так, напряженным. Андрей, у меня к вам просьба. Во-первых, попробуйте выключить ваши динамики. Мне кажется, ваши динамики досождают... А я через наушники говорю. А попробуйте убрать вообще наушники и говорить через встроенный микрофон. Латтапов. Если есть такая... Алло, так лучше? Давайте попробуем так. Может быть так будет лучше. Нет, я... Так эхо пошло. Нет, эхо. Эхо, 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 эхо. Да, эхо не годится, да. Пропал вот этот фон. Фон пропал. Сейчас эхо пропало. Ну, посмотрим. Давайте попробуем сейчас. Ну, давайте. Давайте, давайте попробуем. Значит, смотрите, я обращаюсь к нашим радиослушателям. Сейчас камера нас снимает. Мы потом будем каким-то образом это все пытаться обработать, видео обработать. Когда мы говорим первое о Земле... Земля — это Венера, правильно? В основном. Земля — это что? Венера. Почему? Что имеется в виду Земля и Венера? Венера, она... Я сейчас объясню, что я имею в виду. То, что связано с Венерой, это связано ближе к Земле, ближе к материальному. Ну, дальше. Дальше. А вот это, а что телец управляет стихией Земли? Да. Ну да, это никто не отрицает. Но это не Земля, планета. Планета Земля, она... Я имею в виду, землю другую, не планету Землю. Я имею в виду стихии Земля. То есть у нас... А это фирме? Да. А такие... Ну, стихия Земля, во-первых, это не только телец. Это и знак Дева, и знак Безерога. Вот я сейчас говорю про Деву, так, и я сейчас говорю о том, что февраль месяц, это так называемое, значит, вводим такое понятие Накшатры, это лунные стоянки, их 27. И вот одна из лунных стоянок, она, ну, на санскрите называется Шатабикши, а вот эта лунная стоянка, она называется стоянкой ста целителей по-русски, 100 филлеров. И вот здесь идет речь о том, что сегодня, вот именно вот в это время, не обязательно в феврале, но в основном, могут быть какие-то, скажем, открытия медицинского характера, связанные с тем, что болезни, которые сегодня присутствуют, которые сегодня вот у нас вот так вот, они могут решаться с помощью вот таких открытий. И это не учитывает западную астрологию, потому что там нету понятия Накшатры, лунных стоянок, но оно, тем не менее, все-таки сходится, оно попадает сюда, правильно? Укладывается в концепцию эту. Ну, насколько я знаю, сейчас лунная, это стоянка Утара-Пхалгуни, да? Там их два есть, это вот есть Утара-Пхалгуни, еще есть какая-то Пхалгуни, там они как бы близнецовские такие. А в этой двенадцатой стоянке речь идет, да? Речь идет, да, о которой мы сейчас туда вошли, в этот лунный день, который, ну, началось уже с этого стоянка, но она длится какое-то время. Да, 27 стоянок, ну, может быть, это та, которая уже там была, но тем не менее, тем не менее, мы сейчас говорим вот о воде, а если мы говорим о воде, тут соединение, скажем, Кету, Нептуна и созвездие Аквариоз или Водолея, правильно? В знаке Водолея. Пареоз, это на Венической сейчас проекции. Правильно, но мы с этих точек зрения. Так вот, есть такое, было такое событие, когда вот это все было соединение, это событие произошло 268 лет тому назад, когда была на земле эпидемия холеры. И сейчас, поскольку у нас вот связано с водой и с какими-то событиями климатическими, то есть будут какие-то очень серьезные проливные дожди со снегом, вот сейчас буквально совсем недавно было, я слушал, когда ехал сюда по радио о том, что были очень серьезные такие типа наводнений. И вот тут идет речь о контроле над водой, то есть вода может быть заражена, заряжена, и тогда, соответственным образом, это будет плохо для нас. Ну вот хочу, да, вот хочу добавить, кстати, вот это какой год, 1749-й получается, да? 1800, 1849. Да сколько, 260 лет или сколько отнимать? 268 лет. Ну вот если мы отнимаем 268 лет, то есть это сейчас 2017 минус 268, 1749 год. Значит, получается тогда... Середина? Ну, короче говоря, это было в 1849 году. А я бы сказал, что в то время, вот, например, если 1749-й рассмотреть, там как раз идут, интересно, глобусы меняются. Вот сейчас же оцифровали глобусы в французской национальной библиотеке средневековой, и там любопытная картина получается. Там нулевой меридиан не через Гринвич проходит, а через Атлантический океан, даже не через Африку. То есть получается, что знаки Зодиака были в другом месте, то от другой точки рассчитывались. Если дальше идти по этой логике, то все современные старшие, ну, кто рассматривает из астрологов, они не верны по определению своему, потому что первый градус окна был в другом месте, не там, где он сейчас находится. Правильно. Поэтому Птолемейская астрология, которая ведет отсчет примерно там, сколько там, 2600 лет тому назад, или когда там это было, то есть сейчас он уже сместился на 20, почти на 24 градуса. То есть получается... Нет, это о разных вещах мы говорим. Это я понял. Это разговор идет про Найамшу, да, в которой вот это смещение происходит. А я хочу сказать о том, что очень вероятно, что была водная катастрофа в то время. Вот я уже, кстати, с этим как раз... И холера, как массовая болезнь, болезнь грязных рук, она вполне могла возникнуть. Ну, представьте, вот цунами, сель, колодцы все залиты грязью, руки помыть негде, антисанитария. То есть понятно, почему оно... Вот до этого человечество не болело холерой, а потом массово там заболело. Я знаю, что официальные точки зрения, что там антисанитария в городах было... Ну, а в селах. Там же были, знаете, в деревнях колодцы, например, с чистой водой и так далее. То есть это не объясняет этого. Я, если вот разговор дальше продолжить по кету с заходящим лодным узлом соединения, это астрологически, неважно даже в каком знаке, в принципе, соединение говорит о том, что если человек транслирует низшие вибрации планеты, то он получает проблемы от стихии воды. Причем часто вот эти планеты, которые имеют отношение к за орбитой Сатурна находятся, то есть невидимыми человеческим взглядом, они, как правило, проигрываются трагически для тех персонажей, которые не транслируют в своей жизни вибрации этих планет. Я имею в виду, ну, что значит трансляция? Ну, например, Нептун, высшая трансляция его — это занятие, например, музыкой, духовный рост, то есть именно постижение, раскрытие невидимых, вот этих вот невидимого мира постижения. А низшая трансляция — это манипуляции, интриги, обман, ложь. И, кстати, очень часто именно знак рыбам, кто родился, солнышко иметь знаки рыб, они чаще всех болеют физически нарушением обмена веществ, потому что им по рождению дана сила такая природная уметь манипулировать, скажем, другими, и они сильные такие изначально прирожденные, скажем, такие манипуляторы. А когда они перегибают палку, их, скажем, там, силы небесные через здоровье тонко намекают, что у гражданина сюда не хотели, ты туда хотели, значит, снять ножка попадет. Но вот в таком духе. Ну, такие правила игры, Майкл, то есть там не напишут на небесах огненными буквами, что там «уважаемый человек, ты сегодня согрешил, иди туда-то, там кто-то сделал». Нет, есть правила игры здесь, и надо знаки так называемые, тайные знаки, которые следует понимать. Но, в мере, скажем так, я сейчас договорился, но бывает и в буквальном смысле через кого-то нам доносят нужную информацию. Например, на примере того же Александра Сергеевича Пушкина, его сам император просил не стреляться, то есть, если не ясного уже было сказано, без всяких намеков. Так же и в этом плане. Поэтому я хочу сказать, что вторая тема, когда заходящий узел соединения с Невтуном, это еще отдача кармических долгов. То есть, это нам из прошлого люди, которые описываются Невтуном, медиумы, художники, моряки, например, какие-то вот такие люди, которые имеют отношение к Невтунианской такой сферам жизни, через них может приходить помощь. И, ну, в общем, отдача кармических долгов. Вот так. Правильно. Ну, не только помощь. И я как раз хотел сказать именно в этом ключе. Дело в том, что, к сожалению, мы постоянно получаем, в течение нашей жизни мы получаем знаки. Другой вопрос, что мы не понимаем, что это нам знак. И даже болезни это нам знаки. И когда вот астролог Андрей Бухарин говорит о том, что кармический долг и нам помощь, ну, не обязательно помощь, нам, может быть, наш кармический долг надо отдать тот, которому мы совершали какие-то неправоправные, скажем так, поступки. И нам сегодня дают знак, который говорит о том, что нам надо как-то пересмотреть все это дело. И вот эти эмоции негативные особенно, а сегодня зашкаливает полностью все. Все друг на друга нападают, я уже не говорю, там, какие-то военные конфликты. Между странами и государствами, между отдельными нациями, даже между людьми. Особенно там где-то кто-то посмотрел что-то такое, кто-то кому-то рассказал, и начинается обсуждение этого вопроса. И как реагирует природа? Природа реагирует очень просто. Именно поскольку это все замкнутая система, и мы части этой замкнутой системы. Соединение Земли, соединение нас, соединение космоса. Природа реагирует очень просто. Начинается волнение в атмосфере, начинается волнение на Земле, начинаются вулканические какие-то активности. Замечено, кстати, где боевые действия, где конфликты локальные, землетрясения всегда происходят. Там всплески идут негативные эмоциональные, психические энергии негативные. И Земля реагирует на это. Да, это не просто земля трясется, и кто-то там несется, или, скажем, Индра там потрясает своим трезубцем. В Велической сказке есть такие. Но если мы говорим, кстати, о воде, так что получается? Получаются, скажем, вулканические активности, землетрясения, а вода-то это набирается как бы оттуда, из земли, правильно? И это все сообщающиеся сосуды. И поэтому мы набираем воду, считаем, что она чистая была, а она уже, к сожалению, уже далеко не чистая. Ну и так далее. Поэтому мы должны тоже соблюдать и быть частью вот этой системы и вести себя в соответствии со всеми знаками, которые мы получаем. Правильно? Да. Да. Хорошо. Добавить нечего. Да. Хорошо. Давайте мы поговорим все-таки сейчас у нас где-то примерно середина февраля. Ну вот прошло лунное затмение. Каких-то таких, скажем, серьезных событий в этой связи не произошли. Ну, как обычно, идет и идет. Но у нас впереди будет солнечное затмение. Да, потому что еще цикл не закончился. И вот конец месяца, вот он, скажем, такой, очень кризисный. Причем он кризисный вплоть до того, что могут быть, так как там конфликты идут между Юпитером и Ураном, еще добавляются, то это могут быть неожиданные смены во власти. По аналогии, как на Украине весной 2014 года. Тогда тоже на конфликте Юпитера к Урану произошло то, что произошло. Вот. И поэтому исследуем, наблюдаем, ожидаем, предупреждаем. Вот. Так вот. Хорошо. Но если мы говорим все-таки о солнечном затмении, с вашей точки зрения оставим пока, скажем, физическую астрологию в покое, восточную, в восточное зрение, вас, как астролога, привержен за все-таки больше западной астрологией, это более серьезное событие, чем то, которое произошло, лунное затмение, и чем оно чревато для нас всех? Обычно не рассматривается отдельно затмения, которые идут вместе. Они рассматриваются вместе. Там есть циклы САРС, метонные циклы всевозможные. Здесь я хочу сказать о другом, что месяц еще затмения начался не 11-го числа, а он начался с новолуния, которое было еще в январе, 28-го января. То есть вот первый лунный суток. Новолуния. Да, это пошел месяц, в котором происходят вот эти два затмения. И вот в этот период, в месяц, даже те люди, которые рождены, в месяц затмения, у них такая фатальная судьба. То есть они часто видят события, которые надвигаются, а отменить его обстоятельства не дают. Ну, допустим, надо уехать из этого места. А не нужно. Либо там, кто-то из близких заболел, и ты не можешь бросить его. И так далее. То есть какие-то обстоятельства такие, что... Ну, ограничения, скажем, есть. Но есть также, этим людям часто везет фатальные, каких-то положительных событий. То есть там фатальность вообще не следует понимать, как стопроцентное отрицательное такое явление. Фатальность – это неотвративность. Ну, просто неотвративное событие. И вот то, что сейчас приближается, второе затмение, вот под него много событий. Сейчас хотя там... Когда вот часто организуют какие-то коллективные там шествия, подзатмение или прочее, это вообще опасные вещи. Потому что, во-первых, они опасны по себе. То есть на затмении активизируются психические неполно... Ну, как бы там, больные индивидуумы. У них такое идет очень сильное обострение, скажем, такой пассионарности. То есть они... Им присвечивают именно в эти дни делать вот это. Представьте, если полгода не было затмения, и они, как бы, знаете, как консервы такие вот, ждали своего часа. Поэтому, ну, я не то, что я хочу сказать, что, как бы, мы тоже с вами сейчас общаемся. Это не значит, что мы спорили. Как бы, логика. Я имею в виду люди, которые там привязают, когда вот они начинают именно каким-то антисоциальным, античеловеческим каким-то поступком. То есть вот, то есть такие пассионарии, которые там толпу какую-то где-то там что-то организовывают и так далее. Вот это на затмении, это очень опасно. Во-первых, в принципе, скажем, участие принимать в таких событиях, да и вообще даже рядом находиться. Ну, что я еще хотел сказать? Я хотел ответить еще такую вещь, как, если вот мы затронули вот эти знаки зодиака, то вот аквариус, между прочим, это символ от лидической астрологии, сейчас проекция ее заходящего узла. Аквариус – это водолей. А, собственно, что такое водолей-то? Его какая мистерия? То есть какой вообще образ водолея? Водолей – это человек, в первую очередь, то есть это не животное. Ну, имеется в виду, зодиак – это круг животных. То есть это уже не образ какого-то мифического там льва, быка там или чего-то еще, а реального человека. Обычно образ мужчины, причем образ не с одним кувшином, как рисуют вот там, что на открытках каких-то, а два кувшина у него. Один живой, второй с мертвой водой. И символ водолея, и скажу вам, раньше символ водолея рисовался не горизонтально, вот эти линии, как морская волна, а вертикальные, как два потока с небес, живой и мертвой воды. Так вот, водолей находится, знак водолея в фиксированном кресте, так называемом, то есть и таком устойчивом кресте, в котором есть еще три знака, кроме него. Это телец, вот с которым вы начали там провинировать, то есть это бык, выходящий из земли, его образ такой наполовину, ну как бы первая часть быка, она из земли, он так стоит передними лапами, упёрся, опасность его, ну как бы провалиться в материю. Следующий знак – это лев. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok